Канал НХЛ в полете приветствует вас. Даллас у себя дома принимает Виннипек. И я не помню давно уже такого, прямо говоря, унылого матча. Да, забивает на 8-й минуте первого периода передача Пионка и Шайфли Блейк Уиллер. Потом тот же Пионк теряет шайбу в большинстве, получает атаку во втором периоде в свои ворота. Естественно, Джейми Бен разбирается с Хелли Баком передачи Хинца 18-я минута того же второго периода. В третьем периоде забивает Марк Шайфли в большинстве Пионк, Коннор, ассистенты. Сегодня у нас Пионк и плохо отличается, и хорошо отличается. Но сама игра, это было, конечно, тяжело смотреть, честно скажу, а уж тем более комментировать. Денис Гурьянов имел возможность забить, но не воспользовался ей. Но со второй попытки, благодаря передачам Сегина и Бена, на 14-й минуте он выводит Даллас в овертайм. Ну а в овертайме здесь, конечно, курьезная немножко шайба, но, тем не менее, Даллас, конечно, посильнее. Конечно, посильнее, и команда как-то пободрее играет, чем Виннипик. Судья засчитывает гол с первого раза, к сожалению, не было видно. И только на повторе отлично можно различить, что за лентой оказалась шайба, победа, Старс. Три звезды, Джей Кейтенджер, третья звезда, 20 сейвов. Марк Шайфли, 1 плюс 1, вторая звезда. И Тайлер Сегин, также 1 плюс 1, первой звездой уходит со льда. Возможно, одна из самых обсуждаемых команд на сегодняшний день. По крайней мере, после назначения Мартена Сен-Луи на пост главного тренера, очень стали много говорить о Монреале. Но все не так просто. Ближе к матчу Ник Сузуки забивает на 7-й минуте первого периода с передачи Кофилда. Во втором периоде также Ник Сузуки выходит один на один с вратарем. Здесь его задерживают клюшкой. И, естественно, получает он булит, который эффектно, очень эффектно реализует. Молодец Ник Сузуки, уже дубль у него к началу третьего периода. А в третьем расчехляет свою пушку прямо с оббрасывания Кол Кофилд с передачи Сузуки. И уже 2 плюс 1 у Ника в этом матче хорошо играет. Ну и четвертую Джек Эванс, пустые ворота, Широ, Питклик, зачем снимали вратаря Баффало, непонятно. Кол Кофилд, третья звезда матча 1 плюс 1. Сэм Монтембо, вторая звезда матча 32 отраженных броска. И Ник Сузуки, два гола и одна передача первая звезда. В гости к Красным Крыльям приехали товарищи из Денвера. И здесь было немножко пободрее и поинтереснее. Первыми, естественно, открывает счет именно игроки. Гавланш, Габриэль Ландескок с передачи Макара и Хелма сразу на второй минуте первого периода. Потом добавляет Тайсон Джост с передачи у Конора и Ньюхука на 12 минуте. И пока что у Детройта не получается ничего. Здесь вот возможность они все-таки получают. Филипс 1 в передаче Зайды и Ларкин на 12 минута. Смог впервые огорчить Кэмпера. 2-1. Все еще, но Детройт потихоньку-потихоньку просыпается. На замкадре забивает во втором периоде под конец на 19 минуте с передачи Рантонина и Тейвза. Однако, Детройт никак не сбавляет темпа. Выросли у них крылья. Несмотря на забитую шайбу Валерия Нечушкина на третьей минуте, Бураковский и Ньюхук. Ассистенты. Смогли они вторую забросить. Автором шайбы стал Робби Фабри. Зайда и Ларкин, ассистенты середины третьего периода. И снимают, естественно, вратаря красные крылья. Но уже поздно. Габриэль Ландескок забивает за полминуты до окончания матча Рантонин и Макар ассистенты. Были возможности у Детройта, но, к сожалению, Колорадо по всем параметрам пока сильнее. Три звезды. Морис Зайда. Третья звезда. Две результаты на передачи со стороны Детройта. На замкадре вторая звезда матча. Один гол. И Габриэль Ландескок. Дубль на счету. Первая звезда в этой игре. Следующий матч. Также, я думаю, очевиден здесь результат. Тампа Бэй против Эдмонтона. Естественно, у Тампы, в отличие от Эдмонтона, есть защита. И этим они пользуются всегда и во всем. А если прибавить их отличное нападение, то, я думаю, здесь будет много шайб от Тампы. Может быть, много шайб от Оилерс. Но, благодаря защите именно Лайтнинг, они заберут эту встречу. Пока что Патрик Марун только забил за Тампу с придачей сериали и Перри. Конор Макдэвид ему ответил голом в большинстве. Берри Драйзайтль. Но уходят из первого периода лидерами именно игроки. Молний. Стивен Стамкос за 15 секунд до конца первого периода смог забить вторую шайбу в ворота. Нефтяников и выводит Тампу вперед. Здесь Никита Кучеров проходил с шайбой. Брэндон Пойнт ее успел подходит на пятачке и забросить в ворота. Кори Перри забивает свою 400-ю шайбу в своей карьере на 16-й минуте с передачей Сергачева и Мару на гол в большинстве. Эдмонтон пока еще в этом матче активен. Зак Хейман с передачей Драйзайтля на 18-й минуте до двух шайб сокращает. И вот он шанс для Эдмонтона. Конор Макдэвид, Хейман Драйзайтль помогали ему в этой шайбе. Десятая минут третьего периода. Остается пол периода, чтобы забросить. Но Эдмонтон не смог. Никита Кучеров за 4 секунды до конца успевает забить пятую шайбу. Михаил Сергачев, две результативные передачи, третья звезда. Конор Макдэвид, дубль на счету, вторая звезда. И Кори Перри, 400-я шайба, естественно. И одна результативная передача, первая звезда дня. Не буду скрывать, что скудный у нас день получился сегодня. Но вот эта вот встреча Аризона и Лос-Анджелес может вас немножко подбодрить и оставить у экранов. Первыми забивают игроки Койотов, Клейтон Келлер с передачи Шмольца и Мозера. Седьмая минута первого периода. Выводит свою команду вперед, но Королиус смогли ответить благодаря Блейку Лизоту. Андерсон Лемье спонсировали этот гол. И вот здесь вот Виктор Арвинсон с передачи Мура и Дано на восьмой минуте второго периода. Выводит все-таки Королей пока что вперед в этой встрече. И вот она шайба от Бретта Хейтона на 14-й минуте. Петерсону немножко не повезло. Такие шайбы, они случаются. Ну и тут, конечно, Хейтон тоже молодец. Смог по воздуху подправить шайбу. Отличная возможность была еще раз у Аризона выйти вперед. Но пока что Петерсон спас их. Но не спасает вратарь Аризоны от шайбы Виктора Арвитсона с передачи Роя и Мура на 17-й минуте третьего периода. И вот так вот все-таки тяжело-тяжело забирает эту встречу Кингс, но заслужено абсолютно. Три звезды Клейтон Келлер, третья звезда, один гол. Блейк Лизот, вторая звезда, также один гол. И Виктор Арвитсон. Первая звезда, дубль на счету. Спасибо Нэшвиллу. На мешок картохи его обменяли. Крис Челлиос высказался по поводу того, что завтра уже скорее всего побьет его рекорд по сыгранным матчам в НХЛ Зедна Хара. Ну, как-то он сразу сказал, что не будет лгать, что он доволен. Все равно считает, что он единственный американский игрок, защитник, который сыграл больше всех матчей. И правда на его стороне действительно он больше всех сыграл. Так что завтра мы увидим скорее всего рекорд Зедна Хара. Да не скорее всего 95%, что он завтра его побьет. Но, тем не менее, интересное интервью от Челлиоса, который явно хочет быть первым и после окончания карьеры. Отличнейшие новости, я считаю, для поклонников Семена Варламова. Он мой, так скажем, полуземляк. Не знаю, считает ли он себя таким или нет. Но, тем не менее, собираются его обменять Нью-Йорк Айлендерс. В принципе, правильно. Семену уже 33 года. Вратари, конечно, больше форму сохраняют, чем полевые игроки обычные. Но, тем не менее, стоит сейчас уже задуматься о том, чтобы перейти в более-менее контендер. И хорошая новость в том, что Вегас заинтересован в нем. Думаю, это единственная опция, на которую ему стоит соглашаться, потому что также интересуется Эдмонтон. Но, да, Эдмонтон, я думаю, все прекрасно понимают, что это, конечно, пока что не претендент. Такой защиты он будет пропускать очень много. Страничкой истории НХЛ 23 февраля 1985 года Патрик Руа выиграл свой первый матч в НХЛ. На сегодня это все. Следите за развитием событий в Национальной хоккейной лиге на канале НХЛ в полете. Продолжение следует...